Студия EA Motive и издательство Electronic Arts выпустят ремейк переосмысления первой части серии Dead Space. И в этом видео я поделюсь с вами известной информацией на эту тему, а также выскажу свое мнение и расскажу, что я вообще жду от переиздания. А если вдруг вы из будущего и ремейк официально анонсировали, переходите сразу по тайм-коду внизу, к моему мега объективному и неподкупному мнению. Вас я как всегда попрошу поддержать меня лайком, если конечно ролик вам реально понравится. И всем приятного просмотра! Информация появилась в издании VentureBeat в статье за авторством Джеффа Граба, который до этого довольно часто делился с нами различными инсайдами. Из последнего это эксклюзивность Starfield на ПК и Боксе. И также эта информация косвенно подтверждает еще несколько фактов, о чем позже. По информации журналистов, разработчики вдохновляются примером ремейка Resident Evil 2. Очень крутое заявление, вызывающее много вопросов. Ну да ладно. Студия EA Motive собирается не просто скопировать Dead Space с новыми текстурами и анимациями, авторы расширят ее за счет новых механик. Несмотря на это, тайтл будет более похож на оригинал, чем переиздание хоррора от Capcom. Это заявление уже больше похоже на правду. В общем-то говоря, звучит правдеподобно. Я в это верю. Одновременно с появлением новых сведений от журналистов, пользователи сети заметили, что Electronic Arts обновила официальный канал Dead Space спустя 10 лет неактивности. И издательство установило новый аватар вместо логотипа третьей части. Это как раз один из тех косвенных фактов, что еще больше подогревает интерес к фрешизе. Даже если мы не получим полноценный ремейк, выпуск переиздания трилогии перед новой частью будет вполне логичен. О чем нам также говорят слухи, которые появились в начале июня о том, что Electronic Arts собирается выпустить новую игру в серии Dead Space или переиздать оригинальную трилогию. Конечно, никто из инсайдеров не назвал конкретных деталей, все ограничились лишь намеками. Однако ранее несколько раз сообщалось, что Electronic Arts работает над старыми франшизами. Кроме того, вице-президент компании Samantha Ryan заявила, что одиночные игры важны для издательства и оно собирается выпускать больше сюжетных тайтл, особенно после успеха Star Wars Jedi Fallen Order. И это действительно круто, Звездные Войны получились действительно хорошей сюжетной игрой, ее сейчас вообще можно пройти по подписке A-Play. Если вдруг не играли, однозначно советую. Позже несколько других источников подтвердили, что презентация хоррора пройдет на июльской A-Play. Опять-таки, если вы из будущего, напишите, была презентация или нет. По сведениям инсайдеров, это будет переизмысление франшизы, а не продолжение. А что, по моему мнению, может крыться под этим переосмыслением, я сейчас расскажу. Вот так мы плавно перешли к моим рассуждениям. Если досмотрели видео до этого момента, проверьте кнопку подписки и колокольчика. Вдруг вы смотрите меня всегда из рекомендаций, и пришло наконец время сделать эти кнопки неактивными. Так вы сможете бесплатно поддержать канал и не пропустить новые ролики. Кстати, раз зашла речь о ремейках, недавно вышло видео о фанатском переиздании Resident Evil Code Veronica, которую вы как раз и видите сейчас на фоне. Обязательно посмотрите, если не видели. Ладно, не буду вас мучить, идём дальше. Для начала скажу, какие эмоции у меня вызвала эта новость, или точнее инсайд о будущем анонсе. Радость и сомнения одновременно. Однозначно, я люблю серию Dead Space, кроме третьей части, конечно. Но я не вижу какого-то смысла в настоящем ремейке. Первая часть и на сегодняшний день выглядит неплохо. Подкрутить немножко текстурки, добавить поддержку 4К, освещение ни в коем случае не трогать, это мы уже знаем на примере переиздания Mass Effect и третьего Ассасина. Добавить также поддержку широкоформатных мониторов и большой герцовки. Решить все баги, которых было предостаточно. И всё, просто shut up and take my money. Shut up and take my money! Но не фулл прайс, конечно. И мне кажется, сравнение с ремейком Resident Evil 2 полностью лишено хоть какого-то смысла. Там было полное переосмысление с изменённой камерой, с новым движком. Будем честны, это стало совершенно другой игрой, просто с одинаковым сюжетом и левел-дизайном. Хотя и последний потерпел изменений. А если говорить о ремейке третьего рейзика, так там вообще много чего поменяли и не в лучшую сторону. И что такого могут сделать Electronic Arts, чтобы назвать первую часть полноценным ремейком или даже переосмыслением? Мне кажется, это просто пиар-ход, чтобы типа иметь право сбить с нас побольше денег и продать, например, трилогию. Где первая часть будет названа ремейком, а вторая и третья ремастерами. И сказать, например, нам, вот мы в первой части проделали большую работу, купите игру ещё раз. Это какой-то... позор? На консолях 100% с нас потребуют 5К рублей за трилогию, которую уже большинство людей прошло уже очень давно. И часто ради ностальгии люди всё равно её купят. И как раз таки вот эта приставка в конце ремейк. И будет дополнительным триггером для покупки. Конечно, я понимаю, что никакого анонса ещё не было, но я прям вангую. Ситуация будет ровно такая же, как с трилогией Mass Effect. Просто допилят первую часть до внешнего вида третьей. И может даже перенесут на обновлённый движок. Хотя я в этом немного сомневаюсь. Но если они всё-таки сделают прям настоящее полноценное переосмысление на новом движке, чтобы сели и сделали игру полностью заново, но сохранили атмосферу и гейплейную суть проекта, то это будет прям моё почтение. Тут уже моё почтение, дамы и господа. Моё почтение просто. И всё-таки, мне кажется, игра того не требует. Она действительно адекватно выглядит и в 2К 21. За счёт как раз таки хорошей атмосферы, что достигается крутым освещением и звуком. В темноте так вообще текстурки не особо поразглядываешь. Главное для меня, чтобы игра нормально работала на современном железе. Не было багов, если ставишь больше 60 кадров. А из-за этого, я напомню, если кто не помнит, невозможно пройти начальный момент с дверью. Как войти? Э, я могу войти? Это есть баг? Э! Э! Это и есть баг? Тупой баг ещё с невозможностью выставить высокую сложность. Как только ты хоть раз сохраняешься, сложность сразу слетает на среднюю. А на средней сложности банально скучно играть. Нету хоть какого-то минимального челленджа. И монстры не пугают так сильно, если не могут тебя убить. Будет вообще круто, если добавить какой-то хардкор режим. Я буду однозначно этому рад. А самое-самое вообще главное в этом всём, чтобы игру просто банально не испортили. Это очень часто сейчас делают в различных переизданиях. И ни в коем случае не трогайте освещение. Если его хоть сколько-нибудь выкрутят вверх, как бы вы не улучшили текстуры, сразу в глаза будут кидаться все графические изъяны и проблемы визуала. Единственный вариант, когда можно будет изменять освещение, это если действительно сделают полноценный ремейк. Может там вообще RTX завезут, а RTX если что не только про отражение, а и про реалистичное освещение. Вот пример с метро Exodus, где недавно завезли этот самый RTX. Если действительно электроники за такой возьмутся, в итоге может получиться шедевр на уровне переиздания второго резидента. А вы сейчас напишите, что думаете насчёт этого проекта. Хотели бы вы переиздание или полноценный ремейк, или возможно вообще полноценное продолжение. Будет интересно почитать ваше мнение. Обязательно им делитесь. И как всегда пишите, как вам вообще это видео понравилось или нет. Короче, всем пока и хорошего настроения.